Всем привет, ребята! С вами Локи, это воскресный подкаст, в котором мы поговорим о новостях канала, о новостях игровой индустрии, в принципе, каким-то интересным мне и вам вопросом. Ну и давайте начнем, я даже себе выписал множество тем, о которых хотел бы поговорить, потому что две недели не было подкаста, многие спрашивали на той неделе, почему не было, потому что, собственно, особых новостей как-то не набралось, ну а делать почти то же самое, что и было до этого, как-то не хочется. Ну и начнем с того, это часто задаваемые вопросы и группа. Много-много приходит мне вопросов однотипных по поводу того, через что я снимаю, как я снимаю, какой у меня компьютер, как то, как это. Друзья, для этого есть группа. Темы есть в группе часто задаваемые вопросы, там есть ответы на самые-самые популярные вопросы, я стараюсь их дополнять. Ссылка на группу есть под каждым видеороликом, также она будет под подкастом снизу, вот тут. Там будет ссылочка на группу, также есть все полезные ссылки в описании канала, там есть мой стим, там есть группа, есть расценки на рекламу, есть моя страница ВКонтакте. На странице ВКонтакте, в информации на самой странице тоже есть полезные ссылки, так что смотрите, друзья, просто я иногда физически не успеваю, иногда даже меня начинает подбешивать то, что одни и те же вопросы присылают. У меня нет времени просто, ребят, ответить всем, как бы, на привет как дела. Ну, дела у меня хорошо, ребят, просто если у вас есть действительно какие-то важные вопросы, пишите и не обижайтесь на то, что я не отвечаю вам, потому что я просто физически не могу всем и каждому ответить и сидеть со всеми болтать. У меня нет просто столько времени. Это не значит, что я как-то зазвездился, просто я один, друзья, вас много, мне надо успеть сделать и свои дела, записать видео для канала, и поэтому я надеюсь, что вы меня поймете, поддержите, и ссылочки специально делаются для вас, чтобы вы, так сказать, и свое время не тратили на меня, и я свое время, какое-то там, которое у меня есть, не отвлекался на те же самые вопросы. Так что смотрите, там все есть. Так, следующее, это, друзья, FIFA. FIFA карьера за зимой у нас заканчивается. Осталось, если я не ошибаюсь, по-моему, серии три. Ну, одна уже вышла, получается, в субботу. И еще две. И, что хочу сказать, это были два крутых сезона. Первый сезон был вообще таким на ходу, бомбезным. Выиграли Лигу Чемпионов, разрывали всех грандов. Но вот второй сезон уже к концу, реально, мне начало как-то бесить это все. Как-то стали сливать, еле-еле выигрывать, уже игроки еле бегают. Ну, и действительно, наверное, знаете, уже от моей усталости начала спадать и результативность игры. И когда уже особого желания нет, то как-то, ну, не идет, и все. Ну, и плюс как-то я сначала, когда FIFA только вышла, вот я начал записывать карьеру. Но мне было в радость, да, я мог записывать по 10 матчей за день. А потом, как-то, знаете, ну, поднадоедает уже одно и то же, в принципе. И не хочется пока, не хочется как-то и что-то делать. Многие спрашивают, какая карьера будет дальше. Карьера будет, друзья, за Арсенал, как я уже и говорил. Но у меня есть к вам первый вопрос в этом подкасте. Напишите в комментариях, что лучше. Сделать, скажем, небольшой недельный перерыв и выпускать рандомный онлайн-матч. То есть я буду выбирать любую команду и делать рандомный матч в онлайне. Либо же начинаем сразу карьеру за Арсенал без онлайн-матчей. То есть смотрите сами, вы, можно сказать, решаете, пишите в комментариях. Это будет первый вопрос подкаста, который вот я хочу с вами, так сказать, посоветоваться. Второй момент по поводу FIFA, это было на канале не так давно FIFA World Cup in Brazil демо-версия с PlayStation 3. Сразу отмечу, что игра выходит только на PlayStation 3 и Xbox 360. Насчет ПК-версии, не знаю, будет ли она вообще. Скорее всего, мне кажется, не будет. Если и будет, то это, скорее всего, какой-то мод, который, вроде как говорят, есть и так. Но мод, он просто добавляет, как бы, возможность играть. А здесь, по моим ощущениям, по, так скажем, разговорам с моими знакомыми, у кого есть PlayStation 4, друзья, ребята говорят, что реально больше приближенности сделали к Next Gen FIFA 14, нежели к FIFA 14 ПК-версии. То есть, вот сами движения игроков, все вот это вот больше чувствуется на Next Gen, нежели на обычную FIFA. Но я вот соглашусь, как-то, знаете, поживее, поинтереснее движется весь футбол. Но хочу сразу сказать, она выходит 17-го числа. Сразу 17-го числа ее не будет, друзья, на канале. Потому что те деньги, которые я от нее отложил, я, так скажем, потратил на 4 игры для PlayStation. Просто сейчас началась акция распродажа в Store Sony. И я купил себе коллекционные издания, HD коллекционные издания. Это Metal Gear, Metal Gear 3, 2 и Peace Walker. Также я себе взял Dragon's Dogma дополненную. И еще я взял себе... Что я еще-то взял? Demon's Souls и Fight Night Champion. Это бокс. Я купил все эти 3-4 игры. Ну, считай, 7 получается, если там 3 и тут... Ну, 6. 6. 6 игр. Я взял это все за... На стенке писал, но где-то у меня, по-моему, в 1500 вышло. По-моему. Вот. Может, чуть подороже. Да, по-моему, в 1519. В общем, я взял все эти игры за 1519 по обалденной скидке. Так бы это вышло около 5000. Я эти игры давно хотел. Руки все не доходили. Денег. Как бы на них тоже... Ну, смотрите. Как бы одна Dragon's Dogma где-то косарь с копейками стоит. Там около косаря стоит... Metal Gear. Плюс бокс стоит полторашку. И плюс еще Demon's Souls где-то косарь. Ну, вот. Собственно, вот как-то так. То есть около 4500 по-любому вышло бы. Ну, и как бы жаба душит же. А здесь по такой скидке, ну, грех не взять. Поэтому, друзья, FIFA будет чуть попозже. У меня будут выплаты в конце мая или в начале апреля. И как раз возьмем, если она появится в цифровой версии, будет даже удобней. Там как появятся деньги сразу. А так закажу в своем магазине, где покупал PlayStation 3. Там же закажу себе диск, если в цифровой версии она не появится. Ну, сразу скажу, что на канале она будет, но чуть попозже, друзья. Потому что там у нас начнется либо онлайн-матч, либо Арсенал. То есть что-то новенькое, свеженький такой заряд на канале. Ну, а потом уже и возьмемся за чемпионат мира. Вот, это все, что связано было с FIFA. Теперь перейдем к Dark Souls 2 и недавним новостям по поводу ПК-версии. Посмотрел я сравнительный ролик, где была предоставлена картинка ПК-версии Xbox. Ну, там была PlayStation 3, а не Xbox 360. Что, я немножко разочаровался. Не в том плане, что я очень ждал ПК-версию. Нет, у меня как бы уже почти пройдена игра на PlayStation 3. Потому что, друзья, она сейчас выходит, но на самом деле я уже записал. И я довольно близок к концу. То есть у меня эта игра настолько зацепила, что я из нее очень редко вылезаю. Я записываю уже, сейчас скажу, где-то до 35-й серии. У меня уже все записано. И там осталось, я думаю, не так много. Потому что я смотрел американские прохождения. Там действительно есть... Ну, не то, что смотрел, а просто глянул хотя бы сколько примерно на подлительности. Ну и осталось там, не знаю, думаю, серии 10-15, мне кажется. То есть немного. Так вот, а по поводу ПК-версии, я думал, что там сделают реально какие-то клевые тени, свет, вот это вот все блики. Но оказалось, что они просто увеличили разрешение до 1080, считай, до Next Gen'а. И чуть подправили текстуры. Ну, как бы оно и понятно, потому что это ПК, а не PlayStation 3. А так особой разницы я не увидел. Не знаю. Но, друзья, Dark Souls-то не та игра, в которой важна графика, в которой... Там реально важен сам геймплей. Я не понимаю, почему некоторым людям вообще это, они говорят, ну, скучно. Это реально далеко не скучно. И вот по мне так в Skyrim'е, в котором несколько часов ты бегаешь и можешь там ничего не делать, там реально скучно. А здесь, когда в каждые полчаса ты встречаешь огромного босса, и это действительно эпично. Ну, как говорится, на вкус и цвет у всех. Все по-разному. Вот. Так что, все, кому нравится, на ПК вот уже вот-вот выйдет. Но особо радоваться не приходится по поводу, конечно, высокого качества картинки. Там почти то же самое будет, так что... Но игра достойна, достойна. Теперь, друзья, по поводу... Вот следующий вопрос у меня будет к вам. Это уже второй за подкаст. По поводу... Многие пишут по поводу WWE. Была серия на канале, одна вступительная, так скажем. Очень много положительных отзывов. Я очень рад, потому что... Я даже не думал, что такой наплыв людей сразу пойдет именно за. То есть, чтобы снимать. И вот сейчас у меня вопрос, друзья, поскольку я взял Fight Night Champions. Это тоже довольно интересная игра. Бокс. У нее есть своя сюжетная линия. И она реально клевая. Это как фильм. Вот. Кому нравятся фильмы про бокс, гикбоксинг, такого плана, вот. Это вот, считай, из того же отряда. И у меня вопрос, как бы... На канале у меня не получится снимать много роликов. Надо выбрать что-то пока одно. И поэтому, друзья, мне тоже интересно ваше мнение. Пишите в комментариях, чтобы было интереснее. Рестлинг или бокс. И просто в боксе есть, как бы, так же, как и в рестлинге, есть свои компании. К примеру, в рестлинге есть компания. Это Westernmania 30 лет. И там, как бы, путь от самих низов до вот нашего времени. Это тоже довольно клево и интересно. Так что все зависит, друзья, от вас и от ваших желаний. Ну и, собственно, от моего времени. Вот. Так что тоже пишите. Мне будет интересно и важно узнать ваше мнение по поводу этого. Теперь новая, так сказать, не новость. Буквально недавно Sony анонсировала игру выживания в зомби-апокалипсис мире. Про которую говорят, что вот эта игра будет круче DayZ Standalone, которую все ждут, кривой, там, багованный альфа-версия. А здесь игра прям выйдет чудо. И вы сможете в нее уже в ближайшее время поиграть. Игра называется H1Z1. Мне эта игра по ролику и скриншотам очень напомнила WarZed, который сейчас называется InfoStation, смешанный с Stave Decay. Я не знаю, честно, что там увидели крутого в графике, крутого в геймплее. По мне так вот действительно, что DayZ, с которого все начиналось, это действительно вот прям такой вот, так скажем... Ну, он, так сказать, зародил всю эту серию, и уже потом пошли всякие клоны, там, Rust, Seven Days to Die, WarZed и тому подобное. И, короче, вот, ну, я не знаю, мне кажется, просто лепят клоны. Ну, мы, конечно, посмотрим, когда эта игра выйдет, будет интересно. Многие меня спрашивают также про Rust. Ребят, тоже пишите в комментариях, нужен ли Rust на канале, будет ли вам интересно, потому что я, на свой взгляд, могу сделать, мне будет интересно, но потом кажется, что вот, как, скажем, Dark Souls, это интересно только лишь каким-то избранным людям на канале, а не всем. Так что пишите тоже в комментариях про Rust. А насчет ближайших планов тоже приходит уйма вопросов. Ближайший план, ребят, это вот карьера за Арсенал, либо онлайн-матчи. В ближайшем будущем это Чемпионат мира. Также в конце мая это Watch Dogs, который у меня уже предзаказан. Буду играть на PlayStation 3, потому что с теми требованиями, которые зарядили на ПК-версии, у меня не потянет компьютер пока. А в дальнейшем я, наверное, буду делать не апгрейд, а брать четвертую Соньку и будем уже снимать с нее. Вот. Ну и, собственно, вот так вот, ребят, потихоньку, потихоньку, помаленьку движемся. Спасибо за то, что поддерживаете. На канале уже почти, а может быть, уже даже 22 тысячи на момент подкаста. И, собственно, спасибо, спасибо вам за то, что смотрите, поддерживаете, оставляете свои комментарии и отвечаете, ребят, на вопросы в подкасте. Мне очень-очень важно ваше мнение, потому что я делаю, собственно, это для вас. Ну и для себя, конечно же. Но не хочется сделать, так сказать, холостой выстрел. Хочется как-то зацепить побольше зрителей и сделать для большинства вас, потому что на канале разная публика и разному контингенту что-то нравится. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, зовите друзей. С вами был Локи, всем спасибо и пока-пока.